Временно исполняющим обязанности заместителя министра здравоохранения Алтайского края Еленой Кровец. Елена Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, действительно звучит это как будущее, но я знаю, что уже какая-то работа ведется. Действительно ли наши аптеки и больницы к этому готовы? Степень готовности у нас достаточно высока в Алтайском крае. Готовились мы к этому, скажем так, не один год. То есть сама по себе льготное лекарственное обеспечение сформировано и работает с 2005 года, вот конкретно. А где-то с 2013 года мы начали вот это формирование именно информационной системы льготного лекарственного обеспечения, работы с врачами, работы с первостольниками, с аптеками, формирование регистров больных, да, региональная льгота, федеральная льгота, 50% льгота и прочее. Вот. На сегодняшний день что мы имеем? На сегодняшний день мы имеем информационную систему льготного лекарственного обеспечения. По этой системе врач в поликлинике имеет возможность выписать такой рецепт и отправить его в аптеку. В то же время он распечатывает этот рецепт для больного, больному на руки, ставит печать и личную подпись и направляет больного в аптеку. То есть пока дублируется, но в перспективе бумажный момент уйдет? Почему мы дублируем? Я тоже могу объяснить. Потому что даже в новом приказе, который 7 апреля поступил в силу 4Н Министерства здравоохранения РФ, нет ответа на один очень существенный вопрос. То есть как мы будем отпускать больному в аптеке, по какому документу мы будем отпускать лекарственные препараты. То есть понятно, если человек пришел без всего, мы же не можем идентифицировать его личность. Что это действительно Иванов, Иван Иванович или еще кто-то. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы он предоставлял определенный документ. Но вот какой мы еще дополнительно сделаем запрос в Министерство здравоохранения РФ. А какой мог бы быть этот документ? Ну, это может что угодно. Это может быть паспорт, это может быть полис, в котором тоже есть все о больном. Это может быть СНИЛС, уникальный номер по больному и вообще по человеку. Поэтому какие угодно документы. А может быть вообще нельзя будет спрашивать никакого документа. Но я думаю, что мы на этот вопрос получим ответ от Министерства здравоохранения. И тогда уже сможем работать в полный рост. Елена Борисовна, а вообще в идеале, каков должен быть механизм работы? Должен ли быть здесь задействован больной? То есть он приходит и говорит, мой номер такой-то идентификационный, смотрите, вот здесь мои все документы, мои рецепты. Либо здесь исключается вообще единица больного. То есть рецепты направляются сразу в аптеку. Ну, вы знаете, ни в коем случае, конечно, не исключается просто сам больной. Потому что, представляете, если мы, например, выдадим, я не знаю, не тот препарат больному, да, а препараты же есть довольно серьезные, существенные среднесосудистые группы, там, инсулины и прочее. Поэтому хотелось бы, конечно, больного на этапе выдачи ему лекарственных препаратов идентифицировать все-таки. Но в настоящий момент, как я уже сказала, у нас в информационную систему льготного лекарственного обеспечения заведены все регистры по больным, неважно, к какой он категории относится. Заведены регистры врача, то есть определенный врач выписывает рецепты. Заведены все лечебные учреждения, которые участвуют в этом процессе, и все аптечные организации, которые также участвуют в этом процессе. То есть, как бы, скажем так, круг замкнулся, число участников, оно обозначено. Поэтому у каждого врача, я вот не добавила, у каждого врача есть электронно-цифровая подпись. Только это не просто же ведь перекинуть рецепты все, да, электронные. То есть, помимо этого, у него есть, он должен усилить рецепты электронно-цифровой подписью. Вот это все у нас уже присутствует в Алтайском крае. Присутствует в Алтайском крае только в городах или в селах тоже? Везде, абсолютно везде. Информационная система льготного лекарственного обеспечения поставлена абсолютно везде. Приедете ли вы в Салтон, в Бурлу, в любой маленький Тогул, в любой маленький населенный пункт, там будет стоять эта система. Требует ли это каких-то дополнительных выливаний краевого бюджета федерального? Нет, я бы не сказала, нет. Готовность высокая и каких-то дополнительных выливаний нет. Нам нужно понять просто, по какому действительно документу мы будем больному выдавать определенные препараты. Я просто представила сейчас бабушку из Бурлы, которая вдруг сталкивается с понятием электронный рецепт. Вот как-то будет информироваться население, что нужно, чтобы не возникло паники у людей, особенно пожилого. Ну, обязательно, конечно, она будет информирована на приеме у врача, что ей больше на руки ничего выдавать не будут. Она пойдет в аптеку и получит свой необходимый препарат. Конечно, проинформируем обязательно население и в средствах массовой информации. Дополнительно, когда мы уже поймем, что мы сможем конкретно начать это дело, и в средствах массовой информации везде, и через лечебные организации, через аптечные организации населения мы проинформируем, безусловно. Ну и хочу сказать, что вот приказ 4Н, который обновил правила выписки рецептов и отпуска лекарств из аптек, в нем дана новая форма электронного рецепта, она уже имеется там, но тем не менее сказано, что можно и распечатывать пока этот бланк. То есть по двойному можно идти пути, да, можно электронно передавать, можно распечатывать. Нередко мы знаем, что в управлениях, сайты любых управлений, они дают сбой. Безусловно, такие сборы электронные могут быть. Здесь система новая, система будет опробироваться. Вы этот момент риска учитываете или думаете, что сразу все заработает идеально? Ну, вы знаете, я хочу сказать, что идеально, чтобы 100% был электронный рецепт, наверное, такое как бы не получится нигде. Почему? Потому что существуют моменты, существуют нюансы, когда приходится выписывать рецепт от руки. Например, врач приходит к больному на дом, больной маломобильный, он же не принесет с собой компьютер, да, либо больной там, я не знаю, с высокой температурой, и к нему необходимо там прийти на дом. Другой момент, это пока у нас настолько не прошла еще цифровизация по ФАПам и удаленным каким-то ФАПам, врачебным амбулаториям, там, общеврачебным практикам, сельским больницам. То есть вот там еще может вполне быть выписка рецепта от руки, да. Либо, например, ну действительно, как вы говорите, произошел какой-то сбой, мы даем право и даем диапазон значений определенных номеров рецептов, по которым любое из лечебных учреждений может начать ручную выписку и выписывать рецепты вручную. То есть не значит, что появится электронный рецепт, и бумажка сразу не будет приниматься? Нет, бумажка нет, бумажка пока останется. На переходный период обязательно останется. Когда закончится этот переходный период, и когда все-таки срок, когда только будет по электронным рецептам? Ну, как пишет нам министерство здравоохранения Российской Федерации, переходный период – это именно 19-й год, вот текущий год. И в дальнейшем все-таки мы должны в полный рост заработать по электронному рецепту. Благодарю вас. С переходом будем надеяться, что работа и больниц, и аптек облегчится. Спасибо. Мы сегодня беседовали с временно исполняющей обязанности заместителя министра здравоохранения Еленой Кровец и говорили о том, как в Алтайском крае переходят на систему электронных рецептов. До встречи.